Нет, ну, я же говорил, тут тематика разная. Много бед вокруг, больших и мелких, и хоть в этом нет вины моей, я сегодня не в своей тарелке. Я в тарелке, только не в своей. Вот такое политическое сегодня написанное у премьера министра РФ Медведева «Забор шестиметровый на даче». Называется «Хочу такой, как у Медведева». Коли есть доход и не хреновый, и есть, что есть, и пить с утра, Поставь забор шестиметровый, как у Медведева Дмитра. Слышу выражение иногда. Ваша карта бита, господа. Я отвечу в стиле Джеймса Бонда. Как-то ладно, хуже, если Бонда. Как мне сказали кореша, у человека есть душа. Но тут нюансик небольшой. Вот знать бы, что там за душой. Немножко не грамотно, но здесь выхода не было другого. Мы сильны на зависть всяких прочих за страну. Все встанем, как один, и погибнем, ежели захочем. И воскресе, если захотим. Вот я прочту, мы не все слышали. Отчет закончен называется. Как-то стремно стало в мире. Раз, и два, и три, и четыре. Может каждый растеряться. Девять, восемь, семь, пятнадцать. Беспредел повсюду правит. Не убавить, не прибавить. Оттого сидим и квасим. Семь на восемь. Восемь на семь. Просчитались, обломились. Поменяли плюс на минус. В общем, все устали очень. Вот и все. Отчет закончен. Вот, отлично. Говорил я, салу быть. А меня вдруг стали бить. Пострадал я, стала быть. Ну и пусть. А салу быть. Если б кто придумал мази, чтоб бороться против мрази, то тогда от всех зараз мы бы избавились зараз. И как хорошо. Ну, такие размышления, как бы, развитие темы. Враги вокруг нас. Враги среди нас. Враги внутри нас. Королу. Так очень многие считают, а не один лишь, только я. Жаль, что коровы не летают на зиму в теплые края. Стану умным и богатым, иначе буду гадом. Умным стал, но не богатым. И остался полгадом. Ну, специфика здесь есть некоторый незнакомый термин, я потом разъясню. Торговал я на базаре и с успехом, и со скрипом. Заработал там в азаре, а потом попал на ипан. В азаре это в борьбе дзюдо полпобеды, прием, который дает полпобеды, половинку их такой. А ипан, это когда один из борющихся остается на ногах, а второй касается ценовки спиной. Чистая победа, либо поражение. То есть попал на ипан, это значит, чистой. Ну, на базаре такое случается. Вот такое, я говорю, слов. Вы, как и я, учились в школе, в жару терпели, в морозе. И я хочу спросить, доколе? Доколе, есть у вас вопросы? Так, ну, больше всего не знает. Что-то подключается.